2017 год богат на праздничные даты. Для России это год экологии, для Кубани 80-летие. А вот Станица Петровская несколько месяцев назад отпраздновала 200-летие. Много мероприятий посвятили этой дате станичники, но завершающие и самое грандиозное они оставили на конец года. На большом празднике труда и любви к своей станице побывали и мы. Несмотря на ноябрьскую серость и холодный ветер, у 250 жителей Станицы Петровской, пришедших утром на пустырь по улице Мостовой, настроение было приподнятое. И как тут не радоваться? Большим делом – закладкой парка администрация поселения затеяла завершить юбилейный для Станицы год. Закладка парка в честь 200-летия Станицы Петровской, 80-летия Краснодарского края. Исторически место само напрашивалось, потому что в своё время, согласно генеральному плану, у нас здесь зелёная зона. Говорить о том, что сегодня хватает мест для отдыха, но будем говорить, что Станица развивается и по большому счёту не все желающие могут сегодня вместиться в тех парках, которые существуют. Поэтому густонаселённый микрорайон, ну и вот будем говорить и на Совете депутатов, и на активе администрации порешили здесь заложить сад, заложить парк в юбилейный год. Будущий парк расположится почти на двух гектарах земли. Средства на 250 либ, кленов, платанов и катальб из армавирского питомника для парка были выделены депутатам ЗСК Виктором Чернявским. Это инициатива губернатора. Такие мероприятия проходят по всей Кубани. Закладываются парки, скверы, аллеи, уголки зелёные. И, вы знаете, хочется сказать, что это всё людскими руками. Когда вы посадите эту зелёную зону, на этом не надо останавливаться. Пускай сюда приходят люди, кто просто желает сделать доброе дело – посадить дерево. Может быть, это будут выпускники высаживать деревья, почётные граждане. Прежде на этом месте находились складские помещения. После их сноса пустырь начал обрастать мусором. Помочь с его подготовкой к закладке парка вызвался руководитель общества с ограниченной ответственностью «Миллиоратор» – депутат поселения Юрий Мурашко. Он считает, что благоустройство парка даёт возможность петровчанам сплотиться. Трудно благостаниться, общение – очень важный момент для всех жителей. Сегодня, конечно, ещё здесь не видно то, что мы планируем здесь заложить. Но я уверяю вас, здесь в дальнейшем будет красивый, цветущий парк. Стоит отметить, что акция вызвала отклик у станичников. Только сказали я сразу. Мы всегда за. Надо молодёжь воспитывать, привлекать их к этому. Я думаю так. Мы в своё время всегда все мероприятия со школ нас посылали. Всегда работали. Всегда на благо станицы. Представители общественности, казачества, учреждений социальной сферы, работники предприятий, расположенных в Петровской, и просто жители близлежащих домов приняли участие в акции. Станица Петровска в советское время славилась. Сюда все свадьбы приезжали к нам в парк. И может, будет такое, что сюда опять будут ездить все. Все свадьбы к нам приезжали. Поэтому это для наших потомков. Сажали деревья в будущем парке, как водится, с Божьей помощью. Не забыли и про традицию класть в посадочную яму пшеницу. Как пояснили, этот дедовский метод – один из лучших способов удобрить землю для саженцев. Деревья – это первый этап в плане создания грандиозного места культуры и отдыха. Уже весной глава поселения пообещал установить здесь детскую площадку. А в дальнейшем в парке будут оборудованы дорожки и лавочки, освещение и клумбы. Посадить дерево – это хорошо. А участвовать в закладке парка – это ещё и возможность вписать себя в историю. 16 ноября в станице Петровской более 200 петровчан смогли стать частью исторического события – закладки нового парка.